Дендролимус спектабелис Ареал японского соснового шелкопряда охватывает Японию, Корейский полуостров, Китай, а также вид локально распространен на Дальнем Востоке и Восточной Сибири Российской Федерации. Японский сосновый шелкопряд может распространяться на разных стадиях развития. Яйца, гусеницы и куколки с растительной продукцией, представленной саженцами кормовых растений хозяев, включая горшечные растения типа бонсай, в верхних слоях почвы и хвойно-древесном субстрате на стадии зимующих гусениц, а также со срезанными ветвями хвойных культур на неокоренной древесине из зоны распространения вредителя. Так, например, известны случаи перехвата зараженных вредителем партии бонсай сосны Тунберга, возимого из Японии в страны ЕС. Кроме того, насекомые способны расселяться естественным путем перелетов на стадии мага от 15 до 50 км в год, по аналогии с близкородственными видами каконопрядов. Японский сосновый шелкопряд способен вредить большому количеству хвойных растений, основной и существенный вред которым приносят гусеницы насекомого. Часто гусеницы встречаются большими скоплениями, вызывая массовые повреждения хвойных лесонасаждений во время питания хвоей. За вегетационный период одна гусеница японского соснового шелкопряда способна съесть порядка 14 грамм хвои в сухой массе. Сразу после выхода из яиц гусеницы первого возраста питаются молодой хвоей текущего года, а с переходом на следующий возраст начинают питаться более взрослой хвоей, выедая хвоинки полностью, тем самым вызывая сильную дефляцию побегов. В общем плане дефляция хвои приводит к угнетенному состоянию растений хозяев и повышению уровня уязвимости к другим факторам среды, как сопротивляемость и поврежденность короедами, или снижению сопротивляемости засухам, что влечет за собой образование пожароопасных хвойных сухостоев. Так, в 50-х годах в Японии и в 60-х и 70-х годах в Корее прошлого века насекомое вызывало серьезные локальные всплески численности на лесных массивах красной японской сосны и других видов хвойников, неся большие потери среди местных хвойных растений. Бабочка японского соснового шелкопряда ведет ночной образ жизни. Количество поколений в году находится в прямой зависимости от температуры окружающей среды и длины фотопериода на момент откладки яиц и развития гусениц. Так, на территории Южной Кореи насекомое в год способно развиваться до двух поколений, тогда как на территории Японии присутствуют популяции вида с одним и двумя поколениями в году, причем популяции с двумя поколениями развиваются быстрее, чем популяции с одним. Размер и вес имага японского соснового шелкопряда первого и второго поколения сильно отличается. Средний вес взрослой самки в первом поколении практически в два раза больше, чем во втором, а также среднее количество яиц в яйцекладке первого поколения составляет до 550 штук и 250 штук во втором, что связано с качественными особенностями кормовой базы каждого поколения. Поскольку гусеницы первого возраста питаются весной доступной мягкой молодой хвоей, тогда как второе поколение в конце лета сталкивается уже с относительно затвердевшими и окрепшими хвоинками, что усложняет их потребление. Имага бабочки появляются в конце июля-августе. В начале августа самки испариваются и делают яйцекладки на хвою растений хозяев. Время развития яиц в среднем занимает около двух недель. Гусеницы вылупляются в конце августа по сентябрь, питаются, растут и претерпевают леньку до начала ноября, после чего впадают в спячку. В популяциях с одним поколением в году большинство гусениц зимуют в почве под снежным покровом, в основном в виде гусениц 4-5 возрастов. В апреле следующего года гусеницы возвращаются на растения хозяева, питаются, достигают 7 возраста и к середине июля на ветках плетут коконы для окукливания. В популяциях с двумя поколениями в году первое поколение ямага появляется в июле, откладывает яйца, из которых вылупляются гусеницы, быстро развиваются и выходят во второе взрослое поколение в конце августа-сентября. По данным специалистов, нижний температурный порог развития вида составляет 3,2 градуса Цельсия для яйца и 0,9 градусов для гусениц. Минимальная температура развития гусениц 4-го возраста составляет 7,6 градусов Цельсия, а оптимальная – 29,8 градусов. Для куколок минимальная температура развития составляет 12,5 градусов Цельсия, а оптимальная – 30,4 градуса. Определение вида на стадии имага и личинок возможно на основе совокупности анатомоморфологических признаков и молекулярных методов диагностики. Длина тела имага японского соснового шелкопряда составляет до 30 миллиметров у самцов и 40 миллиметров у самок с размахом крыльев от 50 до 67 миллиметров у самцов и от 64 до 88 миллиметров у самок. Окраска крыльев пестрая от темно-коричневого до черного оттенков. Рисунок на крыльях изменчив в зависимости от особи, но имеет ряд схожих черт. На передней паре крыльев имеются три белые поперечные полосы. Из них передняя полоса, как правило, неясная. Центральная полоса зубчатая. Внешняя краевая имеет черно-коричневый ячеистый рисунок. Крылья в покое сложены кровлеобразно. Яйца красновато-коричневые, имеют овальную форму с размером около 2 миллиметров. Взрослые гусеницы достигают длины тела от 65 до 70 миллиметров. Спинная поверхность серебристо-белая с редкими пурпурно-черными волосками. Передняя спинка густо покрыта игольчатыми жалящими волосками, собранными в перевязь. Если человеку уколоть этими волосками, может возникнуть воспаление и кожное раздражение. Стадии развития гусеницы определяются по ширине головной капсулы. На коконе куколки сохраняются ядовитые волоски, которые были у нее, когда она была гусеницей. Важным фактором недопущения проникновения и распространения опасного вредного организма на новые территории является четкий контроль и недопущение под карантинной продукции растений-хозяев японского соснового шелкопряда из регионов его распространения. Основным способом борьбы с японским сосновым шелкопрядом в настоящее время остается обработка зеленых насаждений, разрешенными к применению инсектицидами весной, после подъема и расползания гусениц по кроне растений-хозяев. Применение биопрепаратов на основе гриба «Баверия бассиана», использование биологических агентов контроля за вредителем, оспаразитоидов, описанные в Японии и Корее виды трихограмма «Дендролями», «Теленомус дендролями» и «Анастатус японикус», а также мух «Тахина», «Карцелия бамбиленс» и наездниц их невмонит «Терион гигантеум». Продолжение следует...